И среда 19.30, темная студия, сегодня его обитатели таким узким, но компетентным составом собрались для того, чтобы продолжить одну из тем, одну из начинаний нашего нового телевизионного сезона. Это вопрос, связанный вроде бы с какой-то теневой что ли стороной вообще нашей с вами обыденной жизни. Дело в том, что люди едят, ну, отправляются мир иной и делают вот это вот самое регулярное и причем на постоянной основе. И те или иные аспекты, связанные с этим вроде бы дурно пахнущим вопросом, мы хотели бы сегодня обсудить, поскольку считаем, что от состояния, санитарного состояния, от состояния туалетов и прочего вот сопутствующих явлений зависит качество нашей с вами жизни. Мы начинаем. Еще раз добрый день. Вот в понедельник мы с Павлом и с Егором начали очень хорошо и с представителями Якутского комитета защиты природы. Ну, отправная точка была такая. В селе Капитане пришло по WhatsApp сообщение, в селе Капитане инспектора охраны природы начали шередить шестами имеющиеся септики, которые жители села якобы построили за счет программ, которые предшествовали году благоустройства, ввели у себя. И если септик оказывался без нас, штрафовали. То есть мы выявили, что надзорные органы имеют полное на то основание при нарушении тех или иных правил пользования и установки бытовых септиков штрафовать пользователей вот этих самых шередей. Но никто этого не делает. Вот если посмотреть расширенно на данный вопрос, да, еще раз говорю, если вот зажать носик немножко, очень жаль, что сегодня представители Роспотребнадзора сегодня проделали вот это вот самое, да, на дурнопахнущую тему, не желали с нами поговорить. Ну да ладно, я думаю, что состав наш очень компетентный. И прежде всего, конечно, хотелось бы обратиться, вот давайте обхватим немножко всю республику, потом сузимся до границ города и получается вот этот вопрос. Еще одна новость, сопутствующая, ну примерно вот этой же самой утке, то, что в одном из муниципалитетов начали строить очистные сооружения. Замечательная на самом деле новость, но опять же у людей возник вопрос, а куда они потом будут девать. Вот Андрей с жилком сервиса сказал, что есть осенизационные поля, так называемые, да, но общественность, мало кто вообще сталкивался с таким явлением как таковой. Вообще вот эти фекалии, отходы и так далее, вот давайте вот немножко просветите вот про данный вопрос, и про твердые отходы, и про фекалии и так далее. Ну вообще, занимаясь я отходами на протяжении уже практически четырех лет, да, наша организация занимает львиную долю в городе по вывозу твердых отходов, жидких отходов в городе. И вообще ситуация, которая сейчас у нас в России в целом происходит, и по республике в частности, это все-таки революция по отходам, по всем в принципе. У нас вышел новый 458-й федеральный закон по обращению с отходами, то есть он меняет всю систему обращений с отходами вообще с ног на голову, да. Основные принципы это закон о том, что сейчас граждане будут обязаны платить за вывоз отходов. Если сейчас мы за частным сектором бегаем, за каждым человеком, говорим, заключите с нами договор на вывоз мусора, платите за мусор, который там, общественные точки за вывоз мусора, то после выбора регионального оператора все деньги будут поступать регионального оператора. То есть у нас в республике, может быть в этом году, может быть в начале следующего года, будет отобрать одна организация, которая будет заниматься вывозом, утилизацией, транспортировкой отходов практически всех. То есть вопрос о оригинальном операторе... Он остается пока что открытым. Остается пока что открытым. То есть кто это будет, это непонятно кто будет. Это должна быть коммерческая структура, которая не завязана с государственными капиталами. То есть в учредителях не должно быть ни муниципалитет, ни государство. Это будет открытый конкурс, там будет отобрана эта организация. Сейчас разрабатана схема обращения с твердокоммунальными отходами на территории республики. Сейчас должны будут утвердиться тарифы по республике, по каждому населенному пункту по тарифам. То есть когда будет оригинальный оператор, всем жителям республики будет идти начисление по мусору. Тарифы, тарифы, тарифы. То есть... Тарифы. Должны будут возникнуть тарифы. Правы те, которые говорят, что переработка и фекалий, и мусора это довольно денежное занятие, да? Ну, денежное во всем мире, да. И у нас в России оно должно быть денежным. Но пока что в городе у нас не денежное. Потому что я как бы являюсь, грубо говоря, хозяином свалки, да? Балка у меня находится в подчинении. И переработка мусора сейчас у нас в городе, это не такое же прибыльное дело. Потому что у нас логистика по нашей отдаленности очень тяжелая, очень дорогая. И то есть перевести тот же пластик, он себя не окупает. Но вот этот закон, да, самое главное новшество этого закона, он позволит нам наконец-то заняться проблемой мусора. В целом по России. Потому что на протяжении 30 лет в России вообще в принципе никто мусором не занимался. Игнорировали. Игнорировали, да. То есть это яркий пример, это наша свалка, да, вот городская. То есть ее как построили там в 72-м, по-моему, году, так она функционирует. Потихонечку работает, работает, ну и черт с ней, да? Но на самом деле таких свалок и по России, и по республике, у нас больше 4 свалок, их очень много. С ними надо вплотную заниматься, их реконструировать, их там облагораживать, их привести в нормы, которые, ну, законом сейчас четко прописываются, экологические нормы. На это никогда нет денег. То есть если до сегодняшнего момента деньги за мусор собирает управляющая компания, что-то платит, небольшие какие-то средства за утилизацию мусора, то сейчас это будет один оператор, он будет аккумулировать все средства, и экологический сбор, и средства с граждан. И у него также будет тарифная составляющая, которые там будут, скорее всего, включены инвестиционные донабавки. И уже каким-то поэтапно будет уже проводить мероприятия по строительству новых полигонов, по рекультивации старых полигонов. Мы немножко не в ту степь посмотрели, да? Хорошо. Конечно, полигоны, мусорные полигоны, в том числе, это сопутствующие явления, вот, извиняюсь, нашего говно вопроса, да? Ну, недавно вот был информационный сюжет о том, что водители фекальных машин, спецтехники попались на том, что не в тех местах они вываливали содержимое своих машин. То есть занимались откачкой, скажем так, отходов, а при этом вываливали не совсем туда. Вот, как утверждают ребята, вообще с этим беда и ах творится, да? Ребята, кстати, представляют подразделение Всемирного Туалетного Общества. Что мне не сказали, подразделение, да? Ну, можно же сказать подразделение. Ну, в принципе, да. Значит, вообще туалетный вопрос, он в мире, он актуален такой, да? Значит, есть Всемирный Туалетный Организм, штаб-квартира, которая находится в Сингапуре. Есть Российское Туалетное Общество, которое в Санкт-Петербурге и занимается пропагандой именно отношения к туалетному вопросу по всей Российской Федерации, да? Ну, и мы, которые образовались в 2013 году, как ЯТО, Якутское Туалетное Общество. То есть наша цель не в том, чтобы найти, значит, кого-то там, крайнего там, найти там кого-то там, обвинить кого-то, да? Мы говорим о том, что этот вопрос вообще такого масштабный вопрос, который наше общество не может решить, конечно. Почему не может решить? Потому что у нас нет культуры отношения к туалету. У нас, значит, на государственном уровне, на муниципальном уровне из-за финансовых затруднений не решается, вот сейчас человек сказал, 30 лет там, никто не обращал на это внимания. У нас в школах не учат, как надо обращаться вообще к туалетному вопросу. Вот даже вот мы на походы же, как бы, детей собираем и даже не можем объяснить, куда ходить по большому, куда ходить вообще, как бы, а, там, иди в кустик, сделай свое дело, да? И маленький ребенок начинает понимать, что, в принципе, можно гадить везде и повсюду, и, в принципе, взрослые это разрешают. Вот именно вот эта вот наша вот культура отношения к туалетному вопросу создает все последующие наши проблемы, в том числе даже, можно сказать, и то, что у нас нет гражданского общества, которое бы осознанного, да, такого нравственного гражданского общества, она исходит опять-таки от туалетного вопроса. Ну, это мы так считаем. Поэтому этот вопрос надо решать не только, там, обвинять кого-то, там, что вот вы не решаете, да, вопрос, там, муниципалитет, вы не решаете в республиканском уровне решать. Нет, мы не решаем на уровне себя, на уровне общества. Давайте вот на уровне себя рассмотрим ситуацию. Частный сектор, не многоквартирный, частный сектор, да, 10, допустим, дворов, все вроде бы благоустроенные, так как все-таки 21 век на дворе, но при этом, вот, с НИПом соответствует пара-тройка, да, скажем, вот этих септиков, пара-тройка. Все остальные, скажем, проецируют такой вопрос, а где хочу, там и гажу, да? То есть, либо септик поближе к проезжей части, либо вообще за территорию, скажем так, участковый выносит. Или мой участок, мои правила. Да, мои участки, мои правила. И всем наплевать на ту антисанитарию и так далее, которую, ну, скажем, они соседям своим доставляют. Поэтому я считаю, что вопрос вот этот, ну, не только вот твердых бытовых отходов, да, а вообще, ну, канализационно, скажем так, отходов, да, я думаю, что стоит достаточно острый. Если мы не хотим, чтобы частные наши кварталы превратились в нечто подобное, там, вот тех же филиппинских трофей, не надо говорить при хозяине 17-го квартала. То, что мы сейчас видим 17-й квартал, да, на самом деле, у меня есть коллеги, которые вот именно заехали вот именно в 17-й квартал, когда он только построился. Это, говорит, святойший сад был, да? Так же все говорят? Очень красиво было. В 60-е годы было, да. Очень красиво было. Это было красиво. Да, это очень красиво. Самый лучший район, короче, был, да? А во что она превратилась? Это не то, что там плохие люди там живут или так, или что-то еще, да? Просто туалет был посреди квартала, и он местами, как бы с годами, менял свою дислокацию и гадил почву. В итоге почва, она вся умерла, короче. Совершенно верно. Значит, дело в том, что в те годы еще, когда строили новые дома, а там практически жили все бюджетники, энергетики, вот, вот, и получалось так, что на сегодняшний день эти дома передавались с рук в руки, понимаете? И нормально их никто не обслуживал, понимаете? Потому что рождались, было ЖЭУ, потом стали ИП, потом частники, потом управляющие компании. И на сегодняшний день фонд очень сильно запущен. Далее, начали отсыпаться. Отсыпаются, отсыпаются, потому что все-таки болотина, озера, и дома начали тонуть. Это прежде всего это самое главное. Но, естественно, это ад, когда вот такие туалеты для этих... Они и так в таких адских условиях живут люди. А плюс еще такие туалеты. Их практически никто не обслуживает. Никто. Практически. Вот так построили туалет, туалет стоит 250-260 тысяч с помойной ямой. Законно. Да, его построили. И буквально через каких-то 6-8-10 месяцев там уже нету-то ни дверей, ни туалета, ничего. И хочу сказать то, что раньше даже строили теплые туалеты, как в Якутске, да, для зимы. И посчитали, что это невыгодно. Ну, что там собирались все-таки люди, такой контингент, и начали поджигать эти туалеты. Они дорогие были. И сейчас... Ну, вот сейчас я считаю, что в каждом, практически в каждом доме есть свои там биотуалеты. Ну, чего? Он выходит с ведром и выливает. Не надо идти там близко. Он раз. И вот это вот буквально за два дня уже создается работа. Уже создается огромная работа. Люди сами, вот люди, вот сами, когда они уже повернутся и поймут, что это все. Но считаю, что каждый год сейчас программа главы города, администрации города сносят дома. Значит, в этом году снесли 138 домов. Только по строительному округу 33 дома. И уже, естественно, все меняется. Когда сносятся вот эти дома, когда уже, значит, идет строительство, уже, естественно, все. Давайте и про специфику из 17-го квартала, и про многоквартирный фонд мы поговорим во второй части, сразу после рекламной паузы. Реклама прямо сейчас на канале НВК. И поскольку все-таки Якутск является средоточием, административным центром и, можно сказать, самым крупным населенным пунктом, то встает вопрос о возможностях якутского, скажем так, городского хозяйства по переработке вот этих самых отходов. Николай Васильевич, вот станция биологической очистки, которая наличит в городе, вот каковы мощности и насколько еще может вот этих мощностей хватить? Ну, по проекту 90 тысяч кубических метров в сутки, проектную мощность очистных сооружений, которые введены в 2006 году, но в настоящее время с города стекается, ну, пропускает, значит, 62-63 тысячи кубических метров в сутки. То есть еще 30% запасы. В последние годы, как ни странно, с одной стороны, город интенсивно застраивается, но с другой стороны, объем реализации чистой воды и объем стоков, поступающий на чистые сооружения, немножко сокращается. Раньше мы водозаборы, с водозабора подавали в зимнее, особенно зимнее время, 80-90 тысяч кубических метров в сутки. А сейчас водозаборы мы в сутки подаем самое большое, когда выходные дни или праздничные дни 70 тысяч. А так, обычное время тоже 65-67 тысяч кубических метров в сутки. Ну, то есть и величины примерно равные, да? Это, ну, да, рядом цифры находятся. Это повлияло, мы считаем, что мы ввели, ну, я имею в виду город и республика, значит, ввели учет воды, потребляемой воды. Мы везде понаставили счетчики, и новые дома с счетчиками, и на узле вода, и в каждой квартире. И это существенно, значит, сократило объем водопотребления. Это говорит о том, что раньше без счетчиков, без учета, текли санитарные, значит, эти приборы, сывные бачки, краны, значит, а сейчас, когда, значит, в квартире счетчик, хозяин не хочет зря платить, и он занимается внутри предела своей квартиры устранением нехозяйственных утечек. Поэтому резко вот такое сокращение, особенно вот последние годы. Ну, само очистка, значит, я вот перед тем, как ехать сюда, посчитал, а сколько ступеней очистки у нас внутри станции биологической очистки. Я посчитал 7, ну, способов очистки там имеется. Механическая очистка, это решетка стоят, потом после решеток стоки проходят, так называемые, песколовки, это специальное сооружение, со стоков улавливает песок. И потом дальше проходит первичное отстаивание, остойники первичные идут, это крупные взвеси там осаждаются. Потом после этого он уходит в аэротенки. В аэротенках, ну, все эти стоки продуваются снизу воздухом, для того, чтобы окислить органику в взвесах. И после этого стоки поступают на вторичные остойники, для того, чтобы вот после окисленной органики осела на вторичном остойнике, в вторичном остойнике образуется ил. Этот тил перекачивается метантенкой, а вода сама идет на фильтры или напрямую на выпуск. Но на сегодняшний день степень очистки достаточная. На выходе мы имеем совершенно прозрачную воду. Ну и самая последняя очистка это обеззараживание ультрафиолетными облучениями, ультрафиолетными лампами облучениями и идет прямо сброс в реку. Но мы сегодня считаем, что мы находимся в пределах предельно допустимых концентраций. У нас разработано, согласовано со всеми надзорными контролирующими органами предельно допустимые концентрации. Это от многих факторов зависит, не только от очистки, но и способа сброса, и места сброса в реку. Это разработано, согласовано. Поэтому мы как бы в правовом поле находимся. Ну далеко ходить не надо, да, представители у нас... Можно дополнить, да, Николай Васильевич? Как раз мы в прошлом году, в сентябре, проводили проверку водоканала. И были отобраны пробы на предмет влияния, негативное влияние на реку Лена. Путем анализа у нас своя лаборатория и подключалась еще независимая лаборатория. То есть там были Росгидромет, Республика Реоцем, это Министерство охраны и природы. То есть четыре лаборатории брали пробы воды, и по всем пробам там практически превышения не было. Все в пределах нормы. То есть это еще раз как бы доказывает, что водоканал именно в станции биологической очистки справляется. С тем объемом, который вот и очищает, поступает вот с города. Очистные сооружения, она справляется. Чистит. Я могу подтвердить, мы в рамках проекта молодежи Кутив Промышенс часто ходим, экскурсии детей проводим. И я лично там был, там в принципе вода выходит действительно чистая. Стакан такой прозрачный, хороший. Да, и вот если предыстория как бы вот очистных сооружений якутской, если рассказать, то он был построен в начале строительства 1993 год, да, как знаем. Но он запущен только в 2006 году. То есть как бы срок такой тоже немалый, да. Там тоже финансовая проблема и так далее. До этого у нас до 2006 года работало старое, вот, работали старые очистные сооружения, это механические, да. Да, механическая очистка была. Мощность была там до 35 тысяч кубов в сутки. Она естественно не справлялась. И вот вопрос вот сливной станции, да, то есть который был запущен в 2013 году только, да. До этого у нас все сбрасывалось напрямую в реку Лена. Порядка где-то 2000 кубов, более 2000 кубов в сутки. То есть это есть фекальные воды, которые отбираются вот септиков частных домов, да. То есть при проекте, вот, частных сооружений города Якутска, там проектанты не предусмотрели, что город будет объелен тоже частным сектором, будет там благоустройство частное. И это пульт было упущено, но тем не менее мы совместными усилиями, своими надзорными мероприятиями, мы где-то более порядка 10 лет это мероприятие вот отработали. И наконец-то мы в 2013 году построили вот новую сливную станцию, которая отвечает требованиям. Ну это, да, я понимаю, что СБОС, он отвечает, он обслуживает львиную долю вот многоквартирного фонда, да. Давайте мы все-таки немножко посмотрим в сторону вот частного сектора, где вот попались фекальщики, которые выливали не туда, да. Вот все ли они возят туда, на очистные сооружения? Нет, не все. Не все? Да, мы сами тоже были свидетелями этого, ну таких факторов даже, ну сюжетов тоже много было. Почему вот они не возят, потому что им это невыгодно. Ну, может там еще плата маленькая, да, но они вот считают расходы на бензин, поэтому им легче сливать где-то рядом, в другом месте. Где-то рядом? Ну, на коллектора они сливают, в частный сектор там, в лесных фондах они сливают основные. Мы недавно вот проводили рейд, по данному факту, это 25 километр Покровского тракта, ну и были выявлены вот три машины фекальные, да, марки КАМАЗ. Это все поселка Табаги, и по ним уже сейчас мы проводим расследование, были отобраны пробы. Из них получается, по информации ГИБДД, там две машины, то есть снято с учета регистрации. То есть эти транспортные средства вообще не подлежат передвижению. Нет, ну, понятно, меж тем Андрей упоминал цифру о том, что ассоциации есть, а синизаторов, да? Нет, ну не то, что синизаторов. Перевозчиков мусора. Вообще мы начали изначально с мусора, когда у нас началось вот это движение по 458 федеральному закону, то, что должен стать оператор в республике, кто-то может быть с Москвы придет, может быть с Новосибирска. Ну, то есть мог прийти, ну, грубо говоря, любой человек может прийти с любого точки России, да, и начать заниматься мусором, фекалками, все на свете. Поэтому мы как бы здесь немножко напряглись смешанными товарищами-перевозчиками мусора и создали ассоциацию перевозчиков мусора. То есть создали по бытовым отходам. Ну и фекальщиков тоже, да? Потом потихонечку-потихонечку, вот уже в этом году мы начали себе подтягивать фекальщиков. Сейчас у нас где-то порядка четырех фекальных организаций, которые возник фекалки. Мы хотим как бы создать саморегулируемую организацию, получается. Твердый, корональный. Да, потому что на самом деле вот у нас в России чем, вот вы говорите, кто-то где-то гадит, кто-то где-то бросает, кто-то где-то сливает. И вот мы это все находим только когда начинаются какие-то у нас оперативные мероприятия надзорных органов, да? То есть кто-то пришел там, тыкнул. У нас нет в России самого главного института стукачества, я так его называю, да? То есть, если, допустим, в любой стране, да, любой гражданин, это считается у них как бы в порядке вещей, то, что ты... Собаку не там выгулял? Да, вот ты и постучал, да? И это везде, как бы во всем мире, это практика, как бы наоборот... Сдерживающий фактор. Не, не сдерживающий фактор, а наоборот, состных государств это поощряется. На многих странах даже то, что за каждое вот это стукачество платят людям деньги, да? Я уже, наверное, год предлагаю ту ицентиву ввести в городе, да, конкретно. Вот, допустим, едешь, машина разгружает с мусором в день, по обездному шоссе у Виталия Алексеевича, да? Если мимо кто-то проехал, ну и не так, а если кто-то сфотографировал, допустим, отправил, вот, допустим, административную комиссию к нам, получи, допустим, 500 рублей, 1000 рублей. Люди, мне кажется, это очень сильно так побудет, чтобы вот это как бы заработать... Через систему ван-клик, да? Да, через систему ван-клик такую систему можно ввести. Экономическое стимулирование. Да, там деньги, на самом деле, будут небольшие. Допустим, даже по 1000 рублей платить, ну, может, 200 человек, может, 300 человек, да? Но на самом деле, вот этот экологический эффект, экономический эффект уборки этих свалок будет больше. Тот же штраф, допустим, 2000-3000, да, которым мы возьмем человека, можно возместить вот эти деньги. Ну, чаще всего, у нас, действительно, такой менталитет и нету порядочности. Кто-то сыпет? Ночью, да, вот сейчас Андрей Викторович говорит, что, да, действительно, мы сейчас подтягиваем еще предприятия, фекальные все, но кто их контролирует ночью? Вот возьмите озеро Янид, он выезжает по дамбе, где сделали асфальт для детей, там же здесь построил детский дом малютки. И, представляете, и вот открывает, и пошел, и льет по дороге, по дамбе, пролил, выехал, качнул обратно по дамбе, заливает просто дамбой этой гадостью. Ну, конечно, ему, или они даже вот взять вот Халтуринский вот этот район, сливают в люки водоканаловские, прямо льют и льют, ночью приезжают, люди жалуются, ну, ловим мы их, выезжаем, все. Тут, прежде всего, от человека еще зависит, понимаете, от самого человека, как он, как он относится. И по этой же дороге ходят маленькие детки, в садик утром идут, по этим фекалям, понимаете. А потом мы говорим, где вода берется, где грязь. Почему они выливают? Им просто невыгодно куда-то возить. Им далеко везти. Во-первых, далеко, в том, деньги брать. А если, допустим, создать условия им, чтобы, допустим, ну, либо бесплатно, либо какое-то стимулирование другое, то есть, чтобы они туда выливали именно. Надо с другой стороны подходить. То есть печенишки за то, что вылил на сбоз, да? Да, потому что получается так, что человек, по идее, хорошее дело делает, да, он септик очищает, а потом ему, чтобы сливать, ему еще дороже платить надо. За это дело-то он деньги получает. Деньги получает, правильно. То есть печенишки с двух сторон тоже как-то... Нет, неправильно-то, поэтому он должен, он должен, у него что-то какие-то деньги должны остаться. Нет, правильно, должны. Да, а так получается, что он, если бензин заплатил, куда-то там на полигон отвез, ему тоже невыгодно. Нет, ну да, получается, по логике, то, что и люди не должны платить за свой унитаз, который дома стоит. Нет, ну все-таки... Люди, давайте еще раз, вот, не кстати рекламная пауза, и сразу после нее мы вот про тонкости вот этого дурнопахнущего вопроса вернемся опять к обсуждению. Сразу после рекламы. Обсуждение продолжается и во время рекламной паузы, и мы остановились на том, что неплохо было бы организовать слив коллекторов тот же, да, в черте города, чтобы, допустим, с Покровского тракта куда-то фекальщикам тем же было сподручнее ехать ближе, скажем так. Сливная станция у нас расположена на тех участке, на Грессе, довольно долго, скажем так, ехать накладно получается, но Николай Васильевич очень зычно сказал, что вы что, говорит, пределы города, это же преступление. Конечно, Роспотребнадзор запретить. Раньше у нас горький опыт был по Маганскому тракту в районе племхоза. Организовано было согласие, предварительное согласие санитарных органов и так далее. Давайте с Маганом везли стоки и в Марки везли стоки, чтобы для создания удобства, чтобы сократить пробег и ускорить откачку, давайте там организуем приемку. Ну, начали организовывать, там одну зиму пролили и концу зимы уже жильцы возмутились, хватит безобразничать около нашего двора. Да, это же там, когда сливается фекальная машина, значит, выделение газа идет, газов, неприятный запах. И плюс еще неаккуратный водитель, значит, разлив организовывает, наледи огромные возникают около двора жилых домов многоквартирных. Поэтому опыт показывает, что нельзя в черте города или в других местах организовывать вот такие вещи. Должно быть, вот правильно рассказывать администрации, построить сливную станцию, там организовано контроль, там организовано обслуживание, приемка специально вот этих стоков. А то, что как бы качественно сделать, должно быть человек, ну, пройти или получить листензию. Это же перевозка стоков, это считается опасным грузом отхода. Да, ну, к нему допуск должны иметь люди, которые специально прошли экзамен и подписали соответствующую бумагу, что они кроме сливной станции никуда не перевезут. Этого же нету. Опять же, возвращаемся к оператору, скажем так. Да, к ассоциации. Как раз таки, вот кто у нас получил лицензию в городе на перевозку, они, в принципе, уже все в нашу ассоциацию вошли. То есть сейчас остались те люди, которые, грубо говоря, работают в тени. Не имеют ни ИП, не имеют, ну, ни лицензии, ничего. Таких, ну, порядка, наверное, машин 25. Черные фекачки. Черные фекачки, да. Давайте мы все-таки в стадию, когда еще фекальные машины приняли. Ни для кого не секрет, что в частном секторе очень многие проецируют тут септик по-деревенски. Обшитый, допустим, горбулем, грубо говоря, в выгребную яму. Выгребная яма. Да, грубо говоря, в выгребная яма. И туда, значит, в отличие от этих летних туалетов, куда люди ходят только по большому, по маленькому. Биологические отходы в летних туалетах. А в выгребных-то уже бытовые стоки, они-то гораздо опаснее. И они уже по ПДК не подходят. Ну, не проходят. Ну, всем хочется жить красиво, скажем, иметь водопровод, канализацию. Ну, проблема, конечно, красиво надо жить. И это, ну, стандарт, даже это не инновация, не новинка, да. Тут еще проблема в том, что в информировании, по-моему, проблема. Мы не можем информировать людей, что так делать нельзя. Потому что там, помимо того, что ты нарушаешь закон, во-первых, да, ты нарушаешь, вот, ну, экологию, нарушаешь, да, гадишь не только себе, но и соседям. Ты еще, у тебя могут быть проблемы еще с осадкой дома, например, да. У тебя же, потому что в доме обычно деревянном, да, круглогодично, когда он, ну, под теплом стоит, образуется линза, которая никогда не замерзает под домом. И в эту линзу, если выгорена яма рядом, да, то все стоки, они поступают туда. И процесс именно оттайки грунта увеличивается. То есть там и деформация проходит, поэтому, ну, потом уже, ну, дом может... Я на своем опыте, я понял, что вообще погружные септики, это проблема из проблем, да, скажем. Они могут сплыть, они могут пробиться и так далее, и так далее. Ну, это от грунта зависит. То есть выход не погружный, в том числе. Ну, в том числе, ну, это от грунта же зависит. Вот в черте города, в принципе, можно использовать погружные, да. Не погружные. Волаз наорезенных, на термокастовых, наоборот, нужно наверх вставить их. Это все по-разному решается, и там технических решений тоже очень много. Ну, в зависимости от грунта, где находится. Ну, люди вот именно должны понять, что регламентированно надо делать, да, то есть по техническому заданию, а что нельзя делать. Сам люди все знают. Был такой льготный кредит Алмаза-Аргенбанка, да, вот в прошлом году, по году благоустройства. И там же вот тоже, например, в Вилюйском районе, да, люди вот делали благоустройство, подрядчики, да, и там сразу на выбор. Мы тебе вот с септиком делаем за 150 тысяч, без септика за 100 тысяч делаем. И человек, конечно, выбирал за 100 тысяч, потому что он септик сам делал потом в виде выгребной ямы. Ну, у него песок, скажем. Да, то есть вот тоже на песок запрещается тоже делать выгребную яму. Там должен быть предварительный остойник, и только потом, вторым этапом, он может спускаться в этот песок. И там еще есть регламент по расстояниям от соседей, от дома, от каких, ну, от озер, от рек. Это все надо тоже соблюдать. И это вот сейчас не соблюдается в настоящее время. А чем чревато, Сергей, вот несоблюдение, скажем, в частном секторе нормативов по установке бытовых септиков? В данном случае кодексом административных пронушениях предусмотрено административное следствие по загрязнению почвы. Это статья 8.6. Здесь на физическое лицо до 5 тысяч рублей штраф. До 5 тысяч. То есть вот эта вот запутка, она, в принципе, имела под собой все основания стать реальностью. То есть надзорные органы имеют за нарушение вот правил установки септика штрафовать на сумму более чем на 4,5, которые были указаны в первоисточнике, да? Закон предусматривает от 3 до 5 тысяч рублей. От 3 до 5 тысяч рублей. Имеется, теоретически они могут штрафовать. Теоретически. Конечно. Но, Павел, вы же сами говорили, что, допустим, вот ваши соседи, если устроили септик по-деревенски, да, я не хочу с ними отношения портить. Стучать-то вы не пойдете? Нет, что качество нас... Нет, значит, тут речь о чем идет, да. На самом деле это повсеместная же проблема. И правильно, Егор, говорит, надо людям объяснять, что это плохо. Они думают, что это стандарт. Да. Мы привыкли, что все-таки почва сама очищается, так? Там яму сделали на советских времен. Выгребная яма была там в 70-м, мы так выросли, в принципе, мы так считаем, что это нормально. Но, когда мы мыли маленькие, это все-таки был туалет просто. Но когда мы стали взрослыми, стали благоустраиваться, туда уже начали выливать, как мы сказали, уже всю химию. То есть уже почва, в принципе, уже может не справляться с этими отходами, которые мы уже туда выливаем. Речь об этом идет. Во-вторых, все-таки информационное пространство, которое мы как-то умалчиваем про туалет. Стыдимся. Да, мы стыдимся. Оно дурно пахнет. Да, мы хотим как бы мимо отойти, быстрее делать свое дело, уйти, чтобы лишь бы этого не видеть. И то же самое происходит во всей трассе нашего там... Чайные. Да, чайные все. Мы пытаемся как бы не замечать этот вопрос. Вот в чем проблема. Проблема-то на самом деле в нас, короче. То есть можно даже сказать, проблема может быть даже во мне, короче, да, в тебе, в вас, во всех проблемах. Потому что мы стараемся этот вопрос умалчивать, короче. Не актуализировать ее. Не говорить о том, что все-таки надо так делать, да. Везде должны быть информационные плакаты, да. Везде должны быть, что это плохо. Везде должны объясняться, что это так. То есть должны быть типовые проекты, которые муниципалитет должен внедрять для, допустим, своих граждан, да. И тут надо еще отметить. Мы здесь про город Якуст только сказали, да. А в наших селах как? Ну, допустим, то, что мы с БОС сказали, да, это вот единственное, допустим, современное, то, что я сам лично видел, единственное современное очистное сооружение, которое находится в нашей республике, это город Якуст на самом деле. С БОС. Дополните, если по масштабах республики, это Якутск получается, Ленск и Удачный. У них более-менее отвечающие требования предохранного законодательства, да, очистные. А в остальных городах, населенных пунктах там у нас проблема вообще с очистными открытая. То есть, к примеру, если взять даже поселок Ушнера, Амиконское район, там вообще нет очистных. Все, канализационная система есть, все у нас прямой сбрасывается в реку Нигирька. То есть, мы сейчас, на сегодня мы добились через суд решения, чтобы в 2018 году они построили очистные сооружения. Хотя поселок тоже, как бы, 5000 человек проживает, полностью там работники промышленности, добывающие промышленности, золозодобыча, да. И, в принципе, у них и финансовые возможности, но, тем не менее, они вот живут в таких условиях. То есть, им это, как бы, не знаю, нравится получается. Одна из причин, по которым народ уезжает из сел, в том числе, да, я считаю, что все-таки отсутствие благоустройства. Молодежь, которая привыкла уже к современным технологиям, привыкла видеть уже, ездит по странам, по другим, да, она видит, что, как бы, в сельском местности этот вопрос очень тяжело решается, на самом деле. Ну, в некоторых моментах даже практически не решается. Ну, не комплексно решается. То есть, одну часть решает, вторую нет. Егор, у вас же была программа, модульные теплые туалеты, которые увели, кстати. Еще до этого даже, по-моему, у Михаила Ефимовича была тоже такая же программа создания на селах, именно блочного такого туалета. Мы в рамках нашего общественной организации «ЯТОП» с Егором, с ребятами, несколько построили, несколько таких блочных туалетов, да. Но проблема в чем? Мы строим, допустим, да, и обращаемся, ну, не буду говорить кому, да, как бы, начинает смотреть, как обслуживать-то ее. То есть, сразу начинает читать эксплуатационные затраты и потом говорят, не, ребята, как бы, это очень хорошо, что вы построили, да, Но, как бы, эксплуатационные затраты мы не вытянем, и все. Понятно, еще другой вопрос есть, да, вот я, допустим, я потребитель, я привык все время, там, у себя в деревне ходить в туалет, там, и понимать, что это даже какая-то там органика, польза какая-то, да. И я в магазине, в официальном покупаю стиральный порошок, там, какой-то фейри, какой-то там для унитаза средства, да. Ну, сам-то я должен понимать, что это химия чистой воды, да. Если я ее сейчас буду сливать, да, я буду свою землю загаживать. И в наших условиях, когда зимой, там, все замерзает сразу, это все будет превращаться в отраву моментально. Просто буквально там 10 лет, и вокруг тебя будет выжженная земля. Такой-то нету информации. Вот исследований нет в этой части, да, но, на мой взгляд, вот здесь могли бы помочь вот именно сотрудники водоканала. У них есть лаборатория, то есть, вот, какие, что содержится в стоках, да, какие элементы, вот, соли там, щелочи, это все у них, по идее, имеется. И это можно было бы как-то вот... То есть, вредно, вредно, что вредно, почему вредно, степень воздействия, это все можно было, по идее, сделать. Ну, в принципе, можно говорить про заговор каких-то вендоров, да, которые негативное воздействие своей продукции, скажем, сказать. Да нету никакого заговора, просто информированность не носить, нету. Люди не знают этого. Вот я, допустим, как потребитель, или моя жена, да, там, знакомая, они знают порошок, я же его покупаю официально. Оно чистится. Ну, тут надо отметить, люди, в принципе, информированность какая-то, если даже есть, да, вот в сельской местности, ну, надо благоустроить дом, да, в селе нету осензарской машины. Да. Да, в селе нету... Либо полигона нет. Да, 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 даже если есть... И полигона точно нет. Нету полигона, и никто не имеет права давать разрешение, чтобы фекалка-то работала, потому что некуда ему в черте вот этого населенного пункта выливать. А что делать селянам? Год благоустройства прошел, мы это вот эти проблемы не решили. Что делать селянам? Он хочет жить уже 21 веком, сегодня же, все-таки, 2017 год, слушай, он хочет нормальное... Японским унитазом пользоваться, да? Таким? С бедой. Нет, просто у нас японский унитаз за 300 тысяч покупать. А куда это все девать, уже нету. Вот в чем проблема. Еще нету. Это основная, считая, и то, что вот информация, которая говорила насчет очистки сооружений, в чернете на твоей родине. Вот оттуда уже растут ноги вот это вот продырявление септика. Ему вывозить-то некуда. Вот поэтому он дырявит, и все. Давайте рецепты вообще доведения года благоустройства до ума мы продолжим в завершающем нашем секторе, сразу после рекламной паузы, опять, которая внезапно, судя по комментариям в моих наушниках, свалилась на нашу студийную бригаду. Реклама прямо сейчас. Телефон на звонок. Мы приступаем к завершающему, скажем, раунду нашего сегодняшнего состояния в темной студии, которая посвящена очень дурно пахнущему вопросу. На самом деле вопросам фекалий, бытового мусора и всех тех проблем, которые с ними связаны. И вот хотелось бы услышать мнение каждого из присутствующих, чтобы решить, наконец, этот вопрос в комплексе, скажем. Ну, начиная с 17-го квартала, заканчивая деревенским поселениями, в которых отсутствуют полигоны для... До момента решения я хотел бы отметить насчет общественных туалетов. Значит, мы все гостеприимные, мы говорим, что мы самый гостеприимный народ на севере, да? Там приглашаем туристов и так далее. И, с другой стороны, когда люди сюда приезжают в гости, они видят, что мы туалетный вопрос вообще никак не решаем. Потому что даже гуляя по городу Якутску, иностранец, просто один, если он гуляет, да, он не может найти туалет. Он вообще не понимает, где тут вообще туалеты, короче. Никакого знака нету, никаких этих нету. И, в принципе, мы в рамках ЕТО пытались... В магазинах туалета нет. Да, мы пытались договориться с ресторанами, чтобы они стали партнерами ЕТО, и мы их включили в Тюгисе, как, как бы, реестр общественного туалета, куда можно сходить, короче. Сначала как-то... Да, 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 это нужный вопрос, да, да. Потом, когда доедело дошло, все, короче. Вы хотите сделать из нашего ресторана общественный туалет? Ни в коем случае, короче. Или, там, вы хотите от бизнес-центра сделать, как бы, кто будет туда ходить, короче, если это будет как общественный туалет отмечаться. В итоге, как бы, у нас, когда туалет набираешь, там, туалетная вода, там, и что там, что-то, 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 то есть, повсеместно. Туалета как такого нету, да? Да, ну, так такого нету, короче. А если выезжаешь за пределы города, ну, там, сельские, населенные пункты, там, мимо едешь, мимо чайных общественных туалетов, в плохом состоянии, значит, там, где мы останавливаемся, в плохом состоянии, кто там не убирается. В деревне, в самой деревне вообще проблемы. То есть, так, таковых их нету. Есть, значит, туалеты, там, при больницах, да, но они тоже в ужасном состоянии. Вот, вот. А? При школах. Да, ну, то есть, этот общественный туалет, это вообще, тоже большая проблема. Где узнать положение вашего конкурса на лучший и худший туалет? Значит, мы в прошлом году, в ноябре, разработали положение, разместили ее в интернете. У нас пока есть, сайта нету, мы используем соцсети, в фейсбуке у нас есть группа Якутско-туалетного общества. Там мы разместили положение, и мы хотим сейчас как сделать? Мы хотим в течение этого года проработать с общественностью, как бы, ну, информировать там и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, 19 ноября, это Всемирный день туалетов, то есть, есть вот такая дата, и вот 19 ноября мы хотим вот в 17-м году впервые в истории республики объявить вот такой вот. Прямо звездный час, ребята, в туалетном обществе. Не, 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 не просто звездный час, я просто говорю о том, что этот вопрос, то, что мы говорим, занимаемся, это же не пиар. То есть, в принципе, кто хочет заниматься пиаром туалетов, да? Ну, никто, короче, это же вопрос, который практически в Российской Федерации, ну, никак не решался. Табуирован. Да, табуирован. То есть, поэтому, как бы, надо смотреть... Западло вообще, да? Да, не надо смотреть, как будто мы пиаримся, да? Мы говорим о том, что, ребята, давайте решать, потому что 21-м веке, то общество, которое не решает туалетный вопрос, никакого развития не получит. В сторону, если 17-го квартала посмотреть, 21-й век, товарищ Сарычан, как вы видите решение вот вашего вопроса? Ну, что я хочу сказать, ну, у нас в народе говорят 17-й квартал, а это 2-й, 4-й и 17-й. 17-й квартал, он переходит по Жорницкого и переходит до Песчаной. Значит, на сегодняшний день у нас насчитывается 118 домов там, на сегодняшний день по этим кварталам. И все практически дома, которые отработали свой ресурс, они все, как говорят в народе, идут под себя. Работают под себя. Даже не говоря ни за септики, ни за туалеты. И там, конечно, естественно, живут дети, вот, и молодежь, и все-все. Что я хочу сказать, значит, у нас огромный такой толчок пошел, такой вагон тронулся уже, конкретно. Значит, сейчас приступили на Якутское 41, был, там сгорел дом и снесен. И сейчас там Якутское 39, в этом районе сейчас Джода строит дом, огромнейший дом, 314 квартир. И буквально вот в марте месяце они уже начнут стройку. У нас попадает космонавту, уже снесены дома и по Пионерской, и уже снесены дома и по Якутской огромное количество. Считаю, что надо еще, ну, 2, 3, ну, 4 года, ну, 5, это уже все. И у нас практически этот вопрос снимется. Один маленький нюанс, да? А эти дома на, пардон, туалетах, они нормально будут стоять? Как вы считаете? Ну, если свая 18 метров, свая 18 метров, и будут стоять 9, потому что там выше нельзя будет, ну, что идет давление от порта, самолет нельзя будет повыше ставить, если у нас же 16-этажные ставят в центре. Ну, я думаю, что свая от 12 до 18 метров, конечно, будет стоять. Технологии сейчас очень прекрасные, значит, в полкирпича дом выстраивается, утепляется, и все это раньше строили по полметра, там, по 60 сантиметров стенки. А сейчас быстро, быстро и монолитно, и очень хорошо. Ну, на векалии, это другой вопрос. Кстати, по качеству стройки мы хотели бы отдельную тему. Все-таки по вывозам, вот, не будем говорить сейчас, и вообще комплексно, давайте, мусор и фекалии, да? Что наработать в ближайшее время? Все-таки, кроме появления вот этого, оформления, вернее, оператора. Ну, вообще, мы должны дождаться все-таки федерального закона. Федеральный закон нам проставит все точки над, и кто чем должен заниматься, и как должен заниматься. Потому что сейчас, на самом деле, который в федеральном законе есть, ну, мы считаем, что там не все прописано. Как кто возит, какие лицензии имеет, куда он возит, какие штрафы он платит, да? То есть сейчас это так вот, ну, как бы немножко хаотично. То есть когда федеральный закон примется, да, окончательно вступит в силу, там уже будет прописано, куда фекальщик едет, как он едет, с какой он лицензией едет. То есть должен, ну, во-первых, прийти порядок на нормативном уровне, то есть федеральный закон. А дальше уже, конечно, проводить работу и с населением, с частниками, потому что по опыту Японии, Кореи, да, там, и у них вот эта культура обращения с отходами, с туалетами, она у них нарабатывается порядка 60 лет. То есть они только через 50 лет добились хоть какую-то культуру от людей по обращению с отходами. В результате они имеют унитазы, которые являются членами техники, да? Да, унитазы, и у них мусор не пахнет, то есть подходишь к горе мусора, он не пахнет. У них спрашивают, почему? Они говорят, а потому что у них каждую бутылочку, каждую бумажку, все выливается, вот из-под кефира даже, под раковину моют и выкидывают только после этого. То есть у них мусор не генет, как у нас, то есть когда к нам на салку прячешь, он пахнет, а у них на салку прячешь, он не пахнет. То есть они добились такого же статуса. Мы должны такого добиться. Тут надо отметить, что по согласию федерального закона полигоны вообще переходят в ответственность регионов. Да. Так же? Да. Хорошо, что мы сейчас этот закон, по-моему, продлили, она же должна была вступить 1 января 2017 года, мы бы получили вообще в целом по Российской Федерации коллапс. Коллапс, да. Да, ну как бы изучили вопрос и сейчас его продлили на два года, до 2019 года. То есть до 2019 года мы полностью этот вопрос должны решить и полностью регионы должны быть готовы. Но тут возникает вопрос, почему единый оператор, да? Есть другие мнения, почему, допустим, в городе Якутске и в пригородах... Конкурентную среду не создать? Да. Ну тут местные реалии тоже. Местные ситуации. Мы же можем получить как бы большого монстра. Убыточного. Очень убыточного. Очень убыточного, да. И непрозрачного. Самый такой момент непрозрачного. Непонятно будет, как это все будет работать, вот такой монстр. Допустим, новый федеральный закон нас обязывает, допустим, в течение пяти лет начать, сортировать и обрабатывать те отходы, которые мы... Допустим, пластик, бумагу, там расписано, по-моему, на 12 лет, что ли. Через 12 лет мы должны всю бумагу и пластик перерабатывать и вести на переработку на заводы. На вторичку. То есть представьте, вот, допустим, где-нибудь там, не знаю, в русском устье, да, где-то живет там 100 семей, но там перерабатывать этот картон, везти сюда, не знаю, как с зимником или самолетом, представьте, какая цена там будет и какой тариф будет у людей. При том, что люди никогда там за мусор не платили. То есть это палка о двух концах. Ну, на самом деле... Опять-таки будет перекрестное субсидирование, кстати говоря. Вот мы это очень боимся. Да, то есть мы будем платить за то, чтобы оттуда уже... С русского устья вывозили мусор. Да. А может быть, это легко. Ну, судя по всем тем реалиям, которые и в сфере ЖКХ до недавнего времени были и так далее, мы вполне резонно можем ожидать вот этого. И, кстати, я хотел бы затронуть вот аспект. Вот кто-то из вас сказал, молодым людям уезжают из сельских поселений отчасти из-за того, что там попросту нет теплых туалетов. Там и не только же удобство, но там еще и здоровье населения, то есть здоровье девушек, будущих мам. Поэтому современные люди на это тоже смотрят. Поэтому один из аспектов является вот это. Ну, мы с тобой причастны были, скажем так, реализации намского проекта коммунальщиков, который комплексно решили и холодное водоснабжение, и центральное отопление. И в результате большинство, скажем, частных домов получили и теплые туалеты, и благоустройство. Ну, в комплекс. И дай бог, конечно, намским коммунальщикам, чтобы они решили вопрос со спецтехникой и так далее. Кстати, этот вопрос тоже. Вот для сельских маленьких поселений, те же маленькие вот эти фекальные станции, двух-четырех кубовые, которые могли бы частично решить проблему. Да, частично решить проблему. Воздух, наверное, насущный. И все-таки должная деятельность надзорных органов, которые, пусть вот эта ватсапутка станет реальностью, чтобы для тех нарушителей, скажем так, санитарного порядка, где бы они находились, капитанили в Покровске или в Якутске, наказание было бы неизбежным, допустим, за нарушение тех или иных санитарных норм, которые... Не, ну, после организации нормальных условий. Да, со стороны гостарства, естественно. Сейчас, если мы повально начнем штрафовать, обвинять и так далее, это же тоже ненормально будет по отношению к нашим гражданам. То есть надо создать нормальные условия для того, чтобы действительно эта система работала. Чтобы после этого действительно можно требовать от гражданина каких-то там... Конечно, в разумных пределах. В разумных пределах все должно быть. Отличать такую политику, это тоже... Ну, политику во многом, еще раз, Павел прав, многие просто масштабно боятся ее тронуть. Между тем, это еще раз говорю. Люди едят и делают вот это вот регулярно основе, и за все время существования человечества вот этот вопрос один из краеугольных на самом деле. В каких условиях я сделаю это, будет ли мне это комфортно, и куда это безвредно, ли будет это для моего дальнейшего существования, для существования моих соседей, моих членов моей семьи и так далее. То есть... На самом деле, вот это зря такая связь, потому что человек-то органику выделяет. Вот тут нету связи. Химические вещества, химикалии, вот это вот вредно. Реалии 21 века. А то, что человек кушает, потом что-то производит, это совсем другое. Плюс фармацептика. Плюс фармацептика, да. У нас буквально 10 секунд остается. Хорошо, что мы без ложной стыда, без комплексов рассмотрели вот этот, ну, немножко дурно пахнущий вопрос, который, ну, кратко назвали говно вопрос. Увидимся через неделю. Продолжение следует...